Москалькова отметила рост числа нарушений прав журналистов из РФ за рубежом. Москалькова отметила рост числа нарушений прав журналистов из РФ за рубежом. 14.36. РИА Новости, Максим Блинов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянке Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018 года. РИА Новости, Максим Блинов. Москва, 10 июнь РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину доклад о своей деятельности за 2018 год и отметила резкий рост количества нарушений прав российских журналистов за рубежом. Наиболее острая ситуация сложилась на Украине, подчеркнула она. По данным омбудсмена, на Украине запретили аккредитацию 122 российским СМИ, включая МИО «Россия сегодня», «ВГТРК», «НТВ», «РЕН-ТВ». Москалькова добавила, что также под запретом оказались и российские соцсети ВКонтакте и Одноклассники, ресурсы Яндекси. 7 июня, 15.17. Москалькова прокомментировала приговор россиянки Осиповой в США. Говоря о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вашискова, уполномоченный по правам человека подчеркнула, что обвинения против него абсурдны и не имеют ничего общего с законностью. Она отметила, что направляла обращение генеральному секретарию Сетурбьерну Югланду, комиссару Се по правам человека Дуни Мятович, представителю по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Орлейму Дезиру, заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Лисон Смейл, а также уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о недопустимости нарушения прав журналистов и с просьбой оказаться действием в обеспечении безопасности Кирилла Вашинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. Международные органы откликнулись и заверили в готовности отстаивать права журналистов. Остается надеяться, что призывы будут услышаны украинской стороной, сказала Москалькова. Она также предложила создать рабочую группу из представителей Союза журналистов России, ведущих СМИ, профильных НКНО и юристов для мониторинга фактов дискриминации журналистов и выработки механизмов правового реагирования.